Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Давным-давно у людишек было принято поклоняться разным животным, ведь природа вокруг страшна и непонятна, а мозг вчерашней обезьяны требует срочных объяснений происходящего, особенно когда это касается монстров, которые постоянно норовят тебя сожрать. Именно из-за бурной фантазии около 4000 лет назад наш герой жил как в сказке. Его сделали богом плодородия и разлива рек, держали в домах и украшали золотом. Ему скармливали отборный скот и рабов. И не мудрено, ведь он крупнейший хищник Африки, он людоед и бронированный кошмар всего Черного континента. Встречайте нильского крокодила, крупное присмыкающееся семейство настоящих крокодилов. Это самый большой из трех видов крокодилов, обитающих в Африке и второй по величине в мире после гребнистого крокодила. Ролик о морском крокодиле есть в плейлисте «Рептилии и насекомые». Нильский крокодил занимает верхнее положение в водных экосистемах Африки. Взрослые особи способны справиться с такими крупными и сильными зверями, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев. Эти животинки есть у нас в плейлисте «Животные Африки». Кроме того, благодаря району обитания, размерам и силе нильский крокодил печально известен как крокодил-людоед. В древние времена он являлся объектом страха и поклонения. Средние параметры этого чудища впечатляют. Длина колеблется от 3 до 5 метров, а вес от 400 до 700 килограмм, а более крупные особи под 6 метров и весом по тонну. Наводят немало шороху в округе, ведь для них человек — это лишь легкая закусочка. Как правило, таких внушительных размеров достигают только самцы. Самки несколько мельче, но от этого жить африканцам легче не становится. Глаза крокодила снабжены III веком, служащим для наполнительной защиты под водой. Возле них имеются специальные железы, которые позволяют промывать глаза жидкостью. Отсюда и выражение крокодиловы слезы. В общем, наш сегодняшний людоед хотя бы иногда оплакивает своих жертв. Нильский крокодил водится по всей Африке, обойдя стороной лишь крайний север и крайний юг континента. Если вы увидите нильского крокодила, греющегося на солнышке с разинутой пастью, то все в порядке, вам ничего не грозит. Потому как убийца, будучи холоднокровным, заряжается энергией солнца для своих дальнейших злодеяний. Это явление называется баскинг, и им крокодил занимается большую часть времени. Раскрытая пасть служит для животинки теплоотводом, чтобы тушка крокодила не перегрелась во время солнечных ванн. Но если крокодил захлопнул пасть, бегите. Подзарядка рептилии закончена, и теперь этот монстр готов убивать. Вообще крокодилы очень пассивны, но агрессивно территориальны к любым животным, кроме сородичей. Он может часами лежать без движения, но оставаться в курсе всех происходящих дел вокруг. Житель Нила все всегда видит. Его здоровые глазища, направленные в разные стороны, никогда не закрываются. А еще крокодил все слышит. Щелки за глазами — это слуховые проходы, ведущие в сложные лабиринты каналов, которые еще и усиливают звук. Помимо острого слуха и зрения, нильский крокодил все чувствует. Малейшие сотрясения почвы или воды тут же улавливаются брюшными щитками. Они пронизаны осязательными рецепторами, которые почувствуют вибрацию от шагов животного, находящегося за несколько десятков метров. Все вышеперечисленные опции нужны нильскому крокодилу для охоты и беспощадных убийств. Крокодил — засадный хищник. Он обычно поджидает свою жертву на водопое. В роли обеда выступает любая живность, подошедшая к воде. Птицы, обезьяны, антилопы всех мастей и даже слонята. Иногда в охоте на слонят у крокодила случается просчет, и тогда рептилия рискуют быть затоптанной насмерть взрослыми слонами. Но что будет, если вас укусит нильский крокодил? Не дай бог, конечно. Проще перечислить, чего у вас не будет. Сила сжатия челюстей взрослого самца равняется 2 тоннам на сантиметр квадратный. Вырваться из такого капкана невозможно. Как будто этого мало ухватившийся за жертву хищник начинает неистово крутиться вокруг своей оси, отменяя последние шансы на спасение. По-хорошему, от таких нагрузок даже мощные челюсти при таком вращении должны сломаться. Но только не у крокодила. Его пасть усеяна механо-рецепторами. Они автоматизируют силу сжатия. Как только поступает сигнал о чрезмерной нагрузке, рептилия ослабляет хватку. Но только для того, чтобы через секунду вцепиться еще крепче. Есть только один плюс в нильском крокодиле. Охотится рептилоид нечасто. Плотно пообедав, например, антилопой, крокодил может не есть полгода. А вы ведь помните, что кроме крокодилов в реках Африки живет еще одно неистовое чудовище? Бегемот. На виду местных жителей эти два исполина живут, как правило, в одном и том же водоеме. Но бывает всякое и рептилию, сожравшую бегемотьево детеныша свирепая мамаша распустят на ремни. Как бы там ни было, и крокодилы, и бегемоты убивают ежегодно огромное количество местных жителей, уверенно держа позиции в топ-10 самых опасных существ планеты. А что же там с размножением у нашей агрессивной рептилии? С ноября по декабрь, когда приходит пора продолжить род, самец ревет на всю Африку, хлопает пастью, топает лапками и вообще ведет себя неподобающе настоящему альфа-убийце. К тому же между самбои нельские крокодилы устраивают лютые разборки. Как только на этот махач клюнет кровожадная дама крокодилево сердце, пара уединяется, после чего самка роет ямку, складывая туда яйца и яростно защищает кладку целых три месяца. Чтобы донести детеныши до водоема, самка крокодила аккуратно берет их в пасть и доносит до ближайшей речки. Самец тоже ходит рядом, помогая пассии отгонять особо борзых варанов, обезьян и гиен. Но делает он это неохотно и не всегда. На счастье местной фауны из 50-90 яиц выживает только 10%. Кстати, у крокодилов пол новорожденного зависит от температуры окружающей среды. Если температура внутри гнезда была ниже 31,5 градуса или выше 34,5, то на свет появляются самки. А в ином случае самцы живут герои всех людских ужастиков в среднем до 80 лет, но могут дотянуть до 100. Вымирание, как вы понимаете, нашему сверххищнику не грозит. Особые смельчаки, конечно, пробуют на него поохотиться. Но попасть нужно либо точно, либо кучно, так как на теле крокодила всего две уязвимые точки. Это небольшие участки тонкой кожи на голове и шее. От остальных частей отскакивают даже пистолетные пули. Но, слава богу, настолько глупых голых обезьян мало. Их, кстати, от челюстей нильского крокодила полегло немало. Так, в 2005 году в Уганде был пойман крокодил, который, по утверждению местных жителей, за 20 лет съел 83 человека. Другой крокодил-людоед длиной 4,5 метра был застрелен в Центральной Африке. Согласно книге рекордов Гиннесса, он убил и съел около 400 человек за последние несколько лет. А легендарный крокодил Густав, по сообщениям, за свою жизнь съел свыше 300 человек. И сейчас это число может только увеличиваться. А как вы думаете, крокодилы умные? Ученые утверждают, что да. Я не знаю. Напишите свое мнение в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.